Ола, амигос, на связи Матвей. Совсем недавно на моём канале вышло видео, где я рассказывал, как установить 60 FPS Fortnite Mobile на Android. И после его просмотра у некоторых моих подписчиков возникали вопросы по оптимизации. А конкретнее, как можно избавиться от просадков FPS Fortnite Mobile на Android. Ну и в сегодняшнем видео мы в этом разберёмся. Со всего интернета, специально для вас, я нашёл максимальное количество способов, по которому вы можете оптимизировать своё Android-устройство, избавиться от лагов, повысить свой FPS в Fortnite Mobile. Так что, если вы хотите играть в Fortnite на любом своём Android-устройстве, без лагов, без просадок, вы попали по адресу. Также, если до сих пор почему-то из вас есть те люди, которые играют в Fortnite 30 FPS, ребят, у меня есть тоже для вас решение. На этой неделе, прежде, я уже выпускал видео, как сделать 60 FPS в Fortnite рабочий стабильный способ в 2021 году. Вот ссылочка, ребят, проверяйте способ. Очень годно, очень юзабельно. Ладно, ну а перед тем, как мы перейдём к сегодняшней теме, если вы впервые на моём канале, если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы найдёте лучший контент по Fortnite Mobile и не только. А если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что лучше поддержка меня, это мой тег-автор-мотивкар в вашем жде вном магазине Fortnite. Смело вводите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок своим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, предлагаю вам рассказать, как вы сможете оптимизировать своё любое Android-устройство для стабильных 60 FPS в Fortnite Mobile. Прежде всего, не забывайте главное правило стабильной игры. Чем меньше нагружен ваш телефон, тем меньше лагов вы встретите в своей игре. Поэтому первым делом я вам настоятельно рекомендую почистить свой телефон. Посмотрите приложения, которые вам не нужны, удалите их. Посмотрите свою галерею, тоже удалите всё ненужное. Ну а также почистите кэш-память ваших приложений. Во-вторых, перед тем, как вы запускаете Fortnite, убедитесь, что приостановлены абсолютно все приложения на вашем телефоне, исключая игру. Тем самым, процессор будет фокусировать свою мощность только на Fortnite. В-третьих, всегда следите, чтобы ваш телефон сильно не нагревался. При повышении температуры процессора он начинает тупить и вследствие будет показывать меньшую производительность в Fortnite. Предлагаю периодически делать паузы в игре, если чувствуете, что ваш девайс нагревается. Помимо этого, на производительность Fortnite Mobile также влияет уровень заряда вашего устройства. Перед следующей игрой проверьте, что ваш телефон или планшет заряжен на все 100. Также хочу рассказать, какие махинации вы можете провести конкретно с приложением Fortnite. Сейчас я рассказываю про способ, который я сам всегда юзаю и который всегда мне помогает. А именно, после запуска игры смотрите трейлер боевого пропуска. Вот, например, вы открыли Fortnite, смотрите трейлер BP. И пока вы не закройте приложение, ваша стабильность в игре будет продолжаться. Все же, Android это очень нестабильная система и, соответственно, бывают иногда такие сбои, даже на телефонах, которые официально поддерживают 60 кадров в секунду в игре, что вот ни с того ни с сего начинает лагать. Эта проблема преследовала меня всегда, что на OnReview 20, что на предыдущем моем Android Huawei на W5T. Когда-то давно еще на своем канале я советовал для оптимизации полностью переустанавливать игру. Но, как оказалось, будет достаточно просто пересмотреть трейлер боевого пропуска. Кто не знает трейлер боевого пропуска, вы можете посмотреть, когда зайдете во вкладку боевой пропуск в своей игре и в правом нижнем углу вы увидите значок проигрывателя. Нажимаете на него, вам начинает проигрываться трейлер боевого пропуска, смотрите буквально пару секунд и закрываете. Все, теперь лагов не будет, пока вы не закроете эту игру. Я вот уже на автомате для себя выработал всегда после того, как зашел в Fortnite, включать трейлер боевого пропуска, смотреть пару секунд и закрывать его. Также есть похожий вариант, где вы просто заходите в настройки своего телефона, ищите приложение Fortnite и чистите его кэш. Данную махинацию тоже можно попробовать, если предыдущие способы вам не помогают. Также помните, что Fortnite сильно нагружает процессор телефона, если вы играете с каким-то челом на другой платформе. Помню, на предыдущем Android у меня была такая ситуация очень часто, учитывая то, что тогда я на нем играл со сторонним способом установки 60 FPS. Сейчас эта ситуация меня не очень сильно колышет, но все же держите это на уме. Ну и конечно, я не могу не упомянуть тот факт, что меньше всего Fortnite Mobile лагает, когда вы играете в творку. Это, кстати, относится абсолютно ко всем платформам. Помню, как на бабушкином компьютере я установил Fortnite, у меня постоянно лагал паблик, а вот творка шла у меня стабильно в 120 FPS. Так, ну на данный момент это все способы по оптимизации Fortnite на Android без использования сторонних программ. Потому что когда-то давно, например, я на своем канале делал видео о том, как оптимизировать Fortnite на Android. Там перед игрой надо было запускать одно приложение, но по итогу результата особо-то и не было. То есть, вроде бы как он был, но через раз. Все же вы можете посмотреть, вот ссылочка в правом верхнем углу, кому будет интересно, возможно вам этот способ поможет. Также хочу сделать немаловажное заявление. Если после установки АПК из моего способа 60 FPS, если вы сделали все способы по оптимизации Fortnite Mobile и у вас все равно он лагает, то, увы, у вас просто слабый телефон. Мне недавно писал один подписчик, что, мол, у него лагает Fortnite. Он сделал все там способы, которыми я ему посоветовал. Я у него спросил, какой у тебя телефон? Он ответил, Galaxy S6. Блин, Galaxy S6 это вот практически как iPhone 5s. Конечно же, на нем будет лагать Fortnite Mobile. Что-то ожидало телефона к производству 2015 года. Так что не стоит забывать, что прежде всего в лагах игры виноват ваш телефон сам. Ну а Fortnite Mobile это не PUBG Mobile. Это полноценная игра консольного уровня, которая может одолеть не каждый процессор. Фух, ну вроде бы я сказал все, что хотел. Огромное спасибо вам за просмотр. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента, уверен, он вас чем-то зацепил и, скорее всего, даже понравился. Так почему бы, если он вам не понравился, еще бы не поставить лайк, если вы этого почему-то до сих пор не сделали. Ладно, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а с вами, как всегда, был Матвей. Аста-лу-эго! Субтитры сделал DimaTorzok